Региональные министры образования на семинар в Сочи собираются ежегодно, а вот такой статус у данного мероприятия впервые и все из-за участия в совещании министра Российской Федерации. С момента назначения Васильевой прошло пять недель. Все это время она общается с коллегами и обсуждает совместные пути решения накопившихся проблем в отрасли. А на сегодняшнем семинаре новоиспеченный чиновник озвучивает свое видение развития отечественного образования. Педагоги из 85 субъектов страны внимательно слушают и записывают. Ольга Васильева обращается к коллегам с просьбами и поручениями, но в первую очередь затрагивает самый волнующий учителей вопрос. В 64 регионах нашей страны зарплата росла. В 21 регионе наоборот снижалась. Это очень плохой знак. С этими регионами, я еще раз повторяю, что их 21, мы будем работать. Работать достаточно жестко, а остальным регионам я прошу обратить внимание на то, чтобы эта проблема была у губернаторов на первом месте и снижение показателей допускать ни в коем случае нельзя. В стране необходима единая отраслевая система оплаты труда педагогов, считает Ольга Васильева. В целом же положение учителя в обществе и его авторитет – это первоочередные задачи. Васильева подчеркивает, педагогическая деятельность – это не услуга, а служение. Поднимет престиж профессии и возможность карьерного роста, считает министр. В ближайшем будущем, а именно к 2020 году в стране может произойти дифференциация системы должностей. В школах появятся ведущие и старшие учителя. Говоря о ЕГЭ, новый министр образования подчеркивает, единый госэкзамен не должен мешать обучению школьников. Васильева не рекомендует учителям заниматься так называемым натаскиванием выпускников, а вместо этого предлагает вернуться к оценкам среднего балла по каждому предмету. Заботиться нужно не о форме, а о содержании, в этом убеждены и власти Краснодарского края. Ну и конечно, то, о чем еще говорит наш губернатор, это идеология. С 1 сентября по поручению губернатора во всех кубанских школах введены казачьи классы. И это не прихоть, это не просто, так скажем, какая-то пиар-акция, ничего подобного. Речь идет как раз-таки о традициях, о культуре региона. Это первый этап, и мы сегодня уже, в общем-то, казачьи классы, казачьи корпуса и школы, которые есть в регионе, они себя очень хорошо проявили. И качество, уже на выходе из школы мы видим там, совершенно иные дети. И вот к этому мы должны сегодня стремиться. Поддерживает региональное министерство образования еще одну инициативу Ольги Васильевой. И речь идет о трудовом воспитании школьников. К слову, эта идея министра образования подверглась критике в средствах массовой информации. Но мысль о том, что к общественно полезному труду ребят нужно приучать со школьной скамьи, прозвучала и сегодня. Революционных преобразований движений, я уверена, что в нашей кубанской школе не будет. Сегодня Ольга Юльна говорила не только о том, чтобы вытереть надпись на доске или убрать в классном кабинете. Ведь сегодня речь шла о том, что трудовое воспитание намного шире. Это и агроклассы, которых достаточно большая численность у нас на Кубани. И одна из приоритетных задач – их развитие, потому что это необходимо нам, нашей экономике Краснодарского края. Поэтому совместный труд – это только на пользу и на развитие и воспитание наших детей. Первое общение с новым министром участники семинара назвали знаковым и профессиональным. Для работников образования важно, что помимо зарплат сегодня речь зашла и о моральном стимулировании российских учителей. Инга Габеша, Михаил Лубинин, телекомпания ФКТ.